Недавно мы побывали на севере, а точнее в городе Герои Мурманский. Север традиционно ассоциируется с зимой, новогодними праздниками и оленями, несущими подарки. Мне очень понравилось панно с оленем из мха, сделанное местными мурманскими мастерами. Вообще, образы оленей и лосей достаточно давно встречаются в интерьерах. Это интерьер мурманской квартиры 50-х годов. Многие советские люди вспомнят ковры с оленями. Олень – это благоприятный символ, ассоциирующийся с солнцем, восходом, светом, чистотой, обновлением, возрождением, созиданием и духовностью. Из-за сходства олених рогов с ветвями образ оленя связан с древом жизни. Олени в декоре – изящный штрих, намек на зиму и любимые праздники. Олень по фэншую символизирует здоровье, долголетие, богатство и успех в делах. У нас откос балкона украшен фигуркой олененка из фетра, у которого сыпятся драгоценные камни из-под копытца, как у золотой антилопы. На одной декоративной подушке вышит замечательный лось, а другую подушку украшает голова оленя из фетра. Мои кольца несет на рогах замечательный богородский лось. Очень он мне нравится. На выставке немецкого дизайна New Olds «Классика и инновации в дизайне» была представлена голова лося из фанеры. А сегодня мы сделаем голову оленя из картона по этому же принципу. Проще всего найти в интернете готовые шаблоны, распечатать их и вырезать. Затем перевести шаблоны на картон. Аккуратно вырезать их резаком, а затем собрать конструкцию по схеме. На первый взгляд может показаться, что это очень просто, но на самом деле придется приложить немало усилий. Я решила покрасить голову оленя в желтый цвет, так как в спальне преобладают желтые цвета. И на мой взгляд это будет декоративнее. Клеим фигуру оленя на двусторонний скотч над входной дверью. Согласитесь, что фигура смотрится интересно и оживляет интерьер.